Друзья, всем привет! Мы находимся на самом большом авторынке в Грузии, Автопапа. И сегодня будет большой влог, сегодня будет много разных автомобилей, поэтому садитесь поудобнее. Напоминаю, что мы занимаемся автоподбором из Грузии, с доставкой в Россию, в Казахстан, в Беларусь и так далее. Также мы привозим автомобили напрямую со страхового аукциона, делаем качественный ремонт на нашей автостанции здесь в Грузии с нашими специалистами, у которых опыт работы более 10 лет. И также доставляем растамаживаемые автомобили уже в Россию, в Казахстан, Беларусь и так далее. Поэтому хорошего вам просмотра. Многие спрашивают за Ford Fusion. Вот я нашел один проходной, смотрите, 2020 года, 10500 просят на авторынке в Грузии. Но сразу говорю, не цепляйтесь за низ рынка. Тяжело будет на данный момент подобрать по низу рынка реально хороший автомобиль. Если бы вы раньше обратились, уже да, а сейчас уже все выгребли, все. И если цена 10500 долларов, это не значит, что автомобиль там будет супер-пупер. Но его нужно в любом случае проверять. Я вам покажу, как автомобиль выглядит на шайбе. Есть мультируль, мониторчик на синке. Без ключевого доступа, посмотрите, у нас нет. Датчики слепых зон присутствуют. Люка нет. Обязательно сейчас покажу вам ВИН-код. Вы посмотрите, что с ним было. Комплектация SE. Ну, сразу говорю, по низу рынка тяжело сейчас выцепить нормальный хороший автомобиль. Обязательно смотрите ВИН-код. И делайте выводы уже для себя. На сегодняшний день этот автомобиль можно купить на страховом аукционе. Реально за такие минимальные деньги. И это у нас Ниссан Верса. Давайте посмотрим на этот автомобиль. Что он из себя представляет. Смотрите, непонятно. 9300 либо 19300. Продавит данный автомобиль 2021 год. Проходной в Россию. Мотор 1.5. ВИН-код, пожалуйста, посмотрите. Что было с этим автомобилем на страховом аукционе. А я вам покажу, что он представляет себя здесь на авторинке в Грузии. Датчики слепых зон есть. Без ключевого доступа нет. Текстильный салончик комбинированный белый с черным. Есть монитор, мультируль. Автоматическая коробка передач. Климат-контроль присутствует. Неплохая резина. Неплохое визуальное состояние автомобиля. Но нужно обязательно посмотреть, что с ним было на аукционе. И как его отремонтировали. Идем дальше. Mitsubishi Outlander. Полный приводный. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. И сколько стоит здесь в Грузии. 2022 год. 20 300 долларов просят здесь в Грузии. 2.5 объем двигателя. Постараюсь вам показать ВИН-код. Здесь, как всегда, у Mitsubishi плохо видно его. Но мы справимся с этой задачей. И давайте посмотрим, как он выглядит на авторенке в Грузии. Датчики слепых зон нет. Без ключевого доступа нет. Странно очень. Текстильный комбинированный салончик. Автоматическая коробка передач. Есть монитор. Мониторчик есть. Мультируль. Красивые диски. Здесь какой-то нюансик. Но это все мелочи. Слушайте, а так хорошее визуальное состояние автомобиля. Камера заднего вида присутствует. Порттроники. Здесь наклейка. В общем, визуальных повреждений я не вижу. Обязательно посмотрите, что с ним было на страховом аукционе. И кого заинтересует данный вариант, пишите нашему менеджеру. Здесь еще есть нюансы. В общем, нужно смотреть, как его восстановили. Идем дальше. Также наш выпуск без Volkswagen Jetta. Вот такая синяя Jetta заехала на автор рынок в Грузии. Красивый, популярный цвет. Здесь у нас люка нет. 11700 просят здесь на автор рынке в Грузии. Но это сырая комплектация. Во-первых, пробег 80 тысяч миль. Может для кого-то это много, для кого-то мало. Решать уже вам. Но получается, смотрите. Здесь у нас есть климат-контроль. Текстильный салон. Монитор, мультируль. И датчики слепых зон. Все. На этом мы остановились. Но нужно смотреть на состояние автомобиля. Вдруг кто-то не гонится за комплектацией. Гонится за дешевым автомобилем. Чтобы вырвать более-менее состояние. Вот у нас есть маленький нюанс. Но поэтому решать вам. Без ключевого доступа нет. Люка нет. Сейчас обязательно вам показываю вин-код. Можете посмотреть, что было с автомобилем на аукционе. И решить для себя. Стоит ли автомобиль покупки или нет. Хотите платить много за растаможку. И получить кроссовер. То предлагаю вам CR-V Honda. С объемом двигателя 1,5 литра. Соответственно растаможка будет минимальная. То, что можно сделать. Здесь у нас бесключевой доступ датчики. Слепых зон присутствуют. Комбинированный кожаный салончик. Есть подогревы. Климат-контроль. Мультируль. Бежевый салон. Давайте обойдем посмотрим, что он из себя представляет. Полноприводная версия. Сейчас покажу вам вин-код. И вы можете посмотреть, что было с ним на страховом аукционе. Смотрите. 20 500 долларов здесь на вторинке в Грузии. Данный автомобиль 2022 года. 6 месяц. И покажу вам вин-код. Можете остановить видео. Прописать вин-код в интернете. И получить повреждения, которые были на страховом аукционе. А если вы обратитесь к нам, то мы сможем проверить, как данный автомобиль восстановили. Легендарный автомобиль Audi A4 Quattro. Очень-очень привлекательно выглядит. Многие просили показать автомобиль на вторинке в Грузии. Смотрите. Цена 33 тысячи долларов стоит здесь в Грузии. Двигатель двухлитровый. Турбированный. Вин-код покажу. Полный привод 2021 год. Пробег 10 тысяч миль. То есть вообще практически минимальный. Присутствует также люк. Датчики слипых зон. Бескричевый доступ. Красивый кожаный салон. Большой монитор. Состояние автомобиля на вторинке в Грузии очень-очень привлекательное. Посмотрите по ВИН-коду, что с ним было. Вдруг кого заинтересует. Мы можем данный автомобиль проверить на нашем автосервисе. Здесь буквально 2 километра наш автосервис с нашими ребятами. И доставить, растаможить, купить данный автомобиль. Идем дальше. Гибридный RAV4 2016 года. Возможно, ребята хотят на Казахстан. Нас также смотрят. Давайте покажем. 13500 на вторинке в Грузии. Пробег 90 тысяч миль. Для кого-то мало, для кого-то много. ВИН-код обязательно посмотрите. Это гибридная версия. 2.5 двигатель. А мы идем посмотрим, что он из себя представляет. Здесь у нас бесключевой доступ есть. Датчики слепой зон нет. Есть кожаный салон, монитор небольшой, мультируль, автоматическая коробка передач, присутствует люк, неплохая резина, неплохие диски. Это комплектация XLE. Кого заинтересует данный автомобиль, можете проконсультироваться у нашего менеджера, сколько он будет стоить под ключ. Идем дальше. 10200 долларов можно приобрести вот такой вот Nissan ROG. Полноприводная версия, в красивом серебряном цвете. Хорошая резина, посмотрите. Диски неплохие, состояние автомобиля неплохое. Бесключевой доступ, у нас датчики слепых зон. Монитор, мультируль, коробка автоматической передачи, текстильный салончик. В общем, состояние автомобиля хорошее, визуальное. Обязательно посмотрите, что было с ним на страховом аукционе. Для этого я вам покажу ВИН-код. Нажмите паузу, пропишите ВИН-код в интернете и увидите повреждения. 10200 долларов просят на авторынке в Грузии. 2,5 мотор. 2017 год. Идем дальше. Так, гибридная Toyota Camry. 17700 долларов просят на авторынке в Грузии. 55000 миль пробег. 2021 год. И объем двигателя 2,5 литра. Давайте покажу вам, как автомобиль визуально смотрится на авторынке в Грузии. Здесь вот есть недочет. Видите, бампер отходит. Здесь есть у нас беленькая от полировки. Далее пойдем посмотрим. Здесь у нас вот есть повреждения. Видите, по краске. Идем дальше. Здесь у нас присутствует бесключевой доступ. Датчики слепых зон. Комбинированная кожа с текстилем. Салон. Люка нет. Идем дальше. Смотрим. Видно, что эта часть была подкрашена. Если на камеру видно вам или нет. Мне очень отчетливо видно. Такое, как пластилиновое. Обязательно нужно смотреть, какое было повреждение. Как его отремонтировали. Это комплектация SE. В общем, все я вам показал. Осталось показать вин-код. И пойдем дальше. Каждый для себя уже решит. Стоит ли такую рассмотреть автомобиль. Не стоит. Так как цена 17700 долларов. Kia K5 по низу рынка. Но с приличным пробегом. Черный цвет. Пробег у него, смотрите, 70 тысяч. 74 тысячи мили. Мили 16700 долларов. Просят на вторынке в Грузии. 2020 год. Вин-код показываю вам. Посмотрите, что было с данным автомобилем. Но хорошая комплектация. GT-Line. Здесь у нас панорамная крыша. Бесключевой доступ. Датчики слепых зон. Подогревы. Текстильный кожаный салон. Большой монитор. В общем, хорошая комплектация. Но пробег, как бы, вы видите. Здесь вот есть нюансик небольшой. По краске, скорее всего. Заднее крыло красилось. У нас открыли автомобиль. Давайте посмотрим визуальное состояние по салончику. Слушайте, но не воняет, не пахнет. Нейтральный запах. Все четенько, все классненько. С таким пробегом удивительно. Очень-очень хорошее состояние автомобиля. 74 тысячи мили. Ну, для такого пробега салончик аккуратный. Ну, по задней части тоже все в порядке. Все чисто, все хорошо. Сейчас посмотрим еще багажник. Удар был в заднюю часть, да? Удар был сюда? Ага. В общем, ребят, смотрите. Вин-код я прикреплю. Посмотрите. Какая крайняя цена? Украину надо. Свонит хозяин. Ага. Ну, примерно, не знаете, да? 16 700. Да. Написано. Ну, короче, я думаю, торф будет, да? Да. В общем, ребят, если заинтересует вариант, номер телефона на экране. Вот такие автомобили лучше заказывать напрямую со страхового аукциона. Конечно, если вы не хотите ждать и хотите получить автомобиль буквально за 2-3 дня, можете приобрести его здесь. Двухлитровый мотор, 2020. Вот джип Роллин. Пробег 50 тысяч миль. Давайте я обойду вам, покажу. Но, если у вас есть время подождать 3 месяца, то будет дешевле. Будет лучше заказать его напрямую из США. Подобрать уже под ваш бюджет комплектацию, по цвету, отремонтировать его по вашим запросам, как вы хотите. Вот поэтому задумайтесь, стоит ли переплатить здесь и за 2-3 дня получить автомобиль, либо стоит заказать его напрямую со страхового аукциона. Еще один кроссовер по низу рынка. 16 тысяч долларов здесь на авторынке в Грузии просят за него. Eclipse Cross. Вот такой вот красавчик. Посмотрите, какая резина, хорошие протекторы. Вин-код посмотрите обязательно. 16 тысяч 900 долларов просят здесь в Грузии. 1,5 мотор. Растаможка будет в России, к примеру, самая минимальная. 2021 год. И 11 тысяч миль пробег. То, что немаловажно. Автомобиль имеет бесключевой доступ. Датчики слепых зон, кожаный салончик, монитор. С кнопки заводится. Есть климат-контроль. Давайте обойдем, посмотрим, визуальное повреждение есть или нет. Ну, пока я не вижу. Пока все аккуратненько, все красиво. Комплектация Cell. Люка здесь нет. Ну, в общем, неплохое визуальное состояние автомобиля. А, видно, вот, смотрите, нюанс. Пластик затертый. Слушайте, 11 тысяч миль пробега и пластик затертый. Видно, так использовали. Но пластик можно восстановить, кто не знал. Поэтому, если заинтересует... Можете написать нам. Мы проверим данный автомобиль. Привезем уже под ключ. Вот еще есть некоторые нюансы здесь и здесь. Короче, вся проблема только в пластике. Идем дальше. Мне интересно, это маркетинговый ход такой? Либо хозяин данного автомобиля просто перепутал пробег. Потому что на аукционе был 45 тысяч миль. А здесь мы подойдем, посмотрим. Здесь 35 тысяч миль. Либо это, чтобы приманить клиента, либо перепутал, либо просто специально так написали. В общем, 17 тысяч 500 долларов. Hyundai Sonata. Поврежение было по передней части и по задней. Вин-код вам обязательно покажу. Можете убедиться. Насчет пробега и насчет повреждений. Смотрите, по задней части восстановили не очень. Нету некоторых деталей. Также сделали полировку некачественно по задней крылу. Видите, как пластилин. По передней части уже вроде как более-менее получше. Обязательно нужно проверить автомобиль до конца. Посмотреть, какие нюансы есть. Поторговаться. Панорамная крыша, бесключевой доступ. Датчики слепых зон. Текстильный комбинированный текстиль с кожей салон. Монитор есть. В общем, неплохая комплектация. Но вот пробег написали 35 тысяч миль, а на аукционе было уже 45 тысяч миль. Пойдем дальше. Друзья, две стоит Kia. Первый автомобиль, который мы все знаем. Kia Sportage. Все его узнают. Все про него знают, как он выглядит. А здесь рядышком стоит непонятный автомобиль Kia. Но который я ни разу не встречал и не видел. Мне интересно, кто встречал данный автомобиль. Напишите в комментарии название. А я уже в следующем выпуске более расскажу про него, покажу и так далее. Но я такой автомобиль первый раз встречаю на рынке, первый раз на дорогах. Поэтому интересно. Это Kia Sportage всеми известный. Похожий, конечно, но тот автомобиль совсем другой. 17 тысяч долларов вам предлагают на авторынке в Грузии. Вот такой вот Tiguan в Орлайне в белом цвете. Полноприводная версия, но пробег 77 тысяч миль. Как бы немаленький. Но моя задача показать, что есть за автомобили на рынке в Грузии. Смотрите, есть панорамная крыша, кожаный салон, монитор, мультируль, скобки, заводится. Датчики слепых зон я не вижу. Безключевой доступ есть. Давайте обойдем, посмотрим, что он еще представляет. Ну, в общем, визуальное состояние все в порядке. Нужно его хорошенько помыть, хорошенько проверить. И после этого уже делать вердикт. Ребята, вот еще есть Kia Optima в комплектации SE. 12,5 тысячи долларов на авторынке в Грузии. Сейчас нам открыли, покажем этот автомобиль. Смотрите, панорамная крыша, бесключевой доступ. Есть датчики слепых зон. По салончику сейчас я вам покажу, что тут у нас. Есть климат-контроль. Монитор, кожаный салон. В принципе, нормальное состояние автомобиля. Вдруг кого заинтересует. Сейчас еще сзади покажу. Ну, сзади все в порядке. Сколько у него пробег? 55 тысяч миль. Ну, по салончику не скажешь. Все довольно-таки аккуратно и хорошо. Поэтому, если кто искал себе Kia Optima с 2.4 мотором, то вы можете написать нам. Мы подберем, проверим автомобиль. И вы получите уже с растаможкой, с заставкой. Но покажу вам венкод обязательно. Посмотрите, что с ним было. Вот стоят два самых популярных автомобиля, которые на авторынке в Грузии просто выгребли. И новую партию еще не успели приехать. Если вы хотите реально хороший автомобиль в таком бюджете, то просто напишите нам, менеджеру, нашему менеджеру. Он подберет данный автомобиль со страхового аукциона. Подождите буквально три месяца. И вы сможете сэкономить нормальные средства. Получить хороший автомобиль с хорошим ремонтом. Мы его на автосервисе сделаем ремонт здесь. И вы уже не будете жаловаться про плохой ремонт. Но если стремиться купить автомобиль по низу рынка здесь, в Грузии, там за 10 тысяч, то не факт, что получите хороший автомобиль. Ребят, по вашим запросам многие просили показать Mazda CX-5. Вот есть у нас в белом цвете. Заехал на авторынок в Грузии. Смотрите, полный привод. 34 тысячи миль пробег. 2,5 объема двигателя в красивом цвете. Хорошая резина. Смотрите, диски хорошие. Говорят, что удар был по задней части. Несильные, подушки не стрельнуты. Датчики слепых зон нет. Бесключевой доступ есть. По салончику все аккуратненько, все красиво. Опять же, повторюсь, подушки были не стрельнуты. У нас присутствует люк. Присутствует климат-контроль. В общем, хороший автомобиль. Говорят, все оригинальные детали. Но мы можем поверить только тогда, когда лично сами автомобили уже будем проверять под вас, под нашего клиента. Полноприводная версия. Если кого заинтересует, то с радостью будем проверять данный автомобиль уже под ключ. Ребятки, поступил у нас заказик на Lexus NX. Сейчас ребята привезли данный автомобиль, уже подобрали на авторынке в Грузии. Привезли на наш автосервис. И сейчас его будем проверять. И для вас показывать, в каком состоянии, по какой цене мы купили для клиента. Буквально займет 1-2 минуты. Мы телепортируемся на наш автосервис. И посмотрим. Ребятки, по автоподбору подобрали Lexus NX 350-й. 2.4 мотор турбированный. Только что проверили. Все шикарненько, все классненько. А ну, Макс, дай секунду. Сейчас я еще раз покажу по салончику. Хорошая комплектация. Что-то вентиляции нет у нас? Нет, есть подогрев руля, подогрев кресел получается. Есть вентиляции нет. Все, единственное, что вентиляции нет. Присутствует люк. 20 тысяч километров пробег автомобиля. Все, ходовка все чистая. Мотор чисто работает. Коробка все классно. Фильтра, масла все на месте. Короче, шикарный вариант выбрали. Но, сейчас я вам расскажу один нюанс. Смотрите, данный автомобиль мы купили 2021 года, 12 месяцев. Он не проходной в Россию. Он будет стоять у нас на нашей охраняемой парковочке. До того момента, пока в январе он вставил проходной по льготной растаможке. И мы его доставим до нашего клиента. Поэтому и цена получилась. 4 миллиона рублей под ключ. Уже с оформленными документами. С доставкой растаможкой наш клиент получит данный автомобиль. Поэтому поздравляю с хорошей покупкой. Давайте еще раз пройду по салончику, чтобы было хорошо и видно. Потому что пробег данного автомобиля 20 тысяч километров. И хочется показать охранительное состояние, которое мы подобрали для нашего клиента. Все четенько, все красиво. Здесь даже пленочки есть. Смотрите, клиент. Наш клиент будет сам одирать уже. И чувствует, что даже автомобиль как будто новый. Силифьюжн. Еще один покажу вам. Фьюжн. Этот уже 9 тысяч долларов отдают. Но еще раз повторяюсь. По низу рынка не пытайтесь вырвать хороший автомобиль. Если вы хотите сэкономить, лучше заказать со страхаукциона. Потому что здесь не всегда получится хороший вариант. Давайте покажу вам сразу вин-код. И обойдем, посмотрим. Во-первых, здесь пробег 108 тысяч километров. 2020 год. Объем двигателя 1,5. Обойдем, посмотрим, что он из себя представляет. Из ключевого доступа нет. Датчики слепых зон есть. Мониторчик, носинки. Текстильный салон. Ну, салон более-менее еще аккуратный для такого пробега. Присутствует мультируль. С кнопочки заводится данный автомобиль. Сзади я вам покажу. Обязательно нужно смотреть, где был удар. Как его восстановили. Потому что здесь вот есть, видите, зазорчики. По задней двери. Это SE комплектация. В общем, вот такие вот автомобили по низу-внизу рынка. Мне кажется, стоит переплатить там буквально 2-3 тысячи долларов. Найти лучший вариант. Либо заказать со страхового аукциона. Но, как говорится, хозяин-барин. Еще один из самых популярных автомобилей легковых на авторынке в Грузии. На экспорт. Это у нас Honda Accord. Вот в таком красивом цвете. Давайте обойдем, посмотрим, что он из себя представляет. По цене 19 тысяч долларов на авторынке в Грузии. Объем 1,5 литра. Растаможка будет минимальная. В России, если 52 тысячи миль пробег. Вин-код обязательно посмотрите. Если вас заинтересует данный автомобиль в интернете. Какие были повреждения. А я вам покажу, как он визуально смотрится на авторынке в Грузии. Но комплектация сырая. Смотрите, датчика слепых зон нет. Без ключевого доступа нет. Есть монитор даже с пленкой. Если вам видно, наклеили пленку. Но мне кажется, ее уже снимали. Это так чисто. Автоматическая коробка передач. Есть в разделе климат-контроль. Мультируль. В принципе, такая средняя комплектация. Зато красивые диски. Вот если вас заинтересует данный автомобиль. Вы нам пишите в директ. Либо звоните по номеру телефона, который указан на экране. Мы будем проверять, подпирать данный автомобиль уже под вас. Мой популярный запрос автомобилей со страхового аукциона. Это BMW 5 серии. Запомнили данный автомобиль. Цена 34 тысячи долларов. На авторынке в Грузии. Это только в Грузии. Плюс еще доставка, растаможка, брокерские наши услуги и так далее. И получится уже на порядок выше. Смотрите, на авторынке в Грузии BMW 5 серии стоит 34 тысячи долларов. Но для нашего клиента обошлось под ключ в такую же цену. Получается, здесь нужно добавить еще растаможку, доставку, брокерские наши услуги и так далее. Получится на порядок больше. А нашему клиенту со страхового аукциона автомобиль уже обошелся в 3,3 миллиона рублей под ключ. Ну, если вы не хотите ждать 3-4 месяца, конечно же, мы можем подобрать автомобиль здесь на авторынке в Грузии. Буквально за 2-3 дня мы уже доставим, растаможим. Уже у вас будет под домом. Ниссан Рог 2020 года за 11 500 тысяч долларов. Смотрите, пробег здесь 64 тысячи миль, 2-х литровый двигатель. Вин-код показываю вам всем желающим. Смотрите, что было с ним. Люка здесь нет. А пойдем посмотрим, что себе представляет данный автомобиль. Без ключевого доступа нет. Датчика слепых зон нет. Есть монитор. Аккуратный текстильный салон. Серебристый цвет. Это у нас не полноприводная версия. Поэтому задумайтесь, нужен ли данный автомобиль вам без полного привода и кроссовер. Но цена 11 500 долларов. Получается, под ключ данный автомобиль в Россию. Это 20 000 долларов. Уже со всеми. Заставка, с растаможкой, с документами и так далее. Я надеюсь, что вы цените наш труд. Цените наше видео, что мы показываем автомобили на авторынке в Грузии. Подбираем вам лучшие варианты. И обязательно поставьте лайк. Подпишитесь. Потому что 90% смотрят без подписки. Посмотрело. Да, там написали нам на WhatsApp. Проконсультировались. Либо заказали автомобиль, но не подписались. Обязательно подпишитесь. И мы будем радовать вас только лучшими вариантами. Автомобиль с самой красивой задницей. Это у нас Honda Civic. На мое мнение, это реально самый красивый автомобиль по задней части. Смотрите, хорошая резина, хорошие диски. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Кожаный салон. Монитор. Неплохая комплектация. Есть люк. Камера заднего вида. Красивый цвет. Нарда Грей. Самый популярный на сегодняшний день. 20 тысяч долларов просят на авторынки в Грузии. 1,5 мотор. Самая минимальная растаможка будет в России. Вин-код. Показываю. Смотрите, что с автомобилем было. А я вам покажу, как его отремонтировали. По крайней мере, визуально. Исключил доступ. Присутствуют датчики слепых зон. В общем, вот такой вот автомобиль стоит. Ждет, пока его купят. Идем дальше. Два Ford Escape в новой будке. Один синий 2022 года. Второй 2019 года. Белый. Давайте посмотрим. 29 тысяч миль пробег. 1,5 мотор. Здесь у нас получается 1,5 мотор. Пробег 41 тысяча миль. 2019 год. Одиннадцатый месяц. Можно еще успеть привезти с растаможкой в Россию. По льготной растаможке проехать автомобиль. Давайте посмотрим, что тут по Вин-коду у нас. Вин-код есть. Посмотрите, повреждения. 12 800. Безключевой доступ. Датчики слепых зон присутствуют. Давайте посмотрим по салончику. В принципе, все аккуратненько, все хорошо. Запаха никакого нет. Мультируль на шайбе. С кнопки заводится. Места сзади у нас много. Поэтому неплохой кроссовер. Если вы хотели себе бюджетный вариант вырвать, то напишите нам. Мы проверим данный автомобиль. Сделаем доставку, растаможку уже в вашу сторону. Комплектация SEL. Кого заинтересует, друзья, пишите. Еще один Ford Fusion. По вашим запросам показываю. 12 200 на вторынке в Грузии. Объем двигателя здесь 1,5. 27 000 миль пробег. Вин-код показываю. Посмотрите, что с ним было. Я покажу, как выглядит автомобиль на вторынке в Грузии. Хотел вам показать 2, но один уже уехал. Бесключевой доступ здесь присутствует. Датчики слепых зон. На шайбе. Хотя автомобиль сейчас возвращается. И постараюсь вам показать 2. Комплектация SE. Визуальных повреждений никаких пока не выявлено. Вот. Это у кого заинтересует, пишите, друзья. Все-таки гонится за кроссоверами, то могу предложить еще Kia Sportech на вторынке в Грузии. Полноприводная версия в красивом цвете. 16 500 долларов здесь стоит. Но растаможка будет не дешевая, так как объем двигателя 2,4 литра. 33 000 миль пробег. В принципе, неплохой пробег. Давайте покажу вам визуальное состояние автомобиля на вторынке в Грузии. Текстильный салончик. Монитор. Климат-контроль. Датчики слепых зон. Без ключевого доступа я не вижу, друзья. Смотрите, идеальная резина хорошая. Хорошие диски. Не поврежденные. Других визуальных косяков я не вижу пока. Сейчас обязательно вам покажу вин-код, чтобы каждый из вас смог проверить самостоятельно. И посмотреть, какие повреждения были на аукционе. Какой же кроссовер можно выбрать на авторынке в Грузии до 15 000 долларов? Дайте я подумаю. Ой, а что это за моей спиной? Это же Kia Seltos. В интересном стиле. Двухлитровый двигатель. 2022 года автомобиль. 14 500. Просят на авторынке в Грузии. Обязательно покажу вам вин-код. Есть люк. Без ключевого доступа. Датчики слепых зон. Кожаный салон. Автоматическая коробка передач. Мультируль. Монитор хороший. Климат-контроль. Хорошая комплектация. Визуальное состояние автомобиля привлекательное. Комплектация EX. В общем, кто хотел себе кроссовер, вы можете рассмотреть. Данный автомобиль полноприводная версия. И под ключ примерно 22 000 долларов будет в Россию. Посмотрите, каких два красивых бандита. X5 и BMW 5. Давайте посмотрим, что они себе представляют. Здесь у нас 2018 год. 22 500 долларов просят. Двухлитровый мотор. Ой, как же она привлекательно выглядит. Фу-фу-фу. И здесь у нас X5. 43 000 долларов. 2018 год. Вот такие вот цены на данные автомобили. Выглядят они очень-очень круто. Каждый автомобиль нужно будет проверить перед покупкой. Но моя задача показать, как автомобили здесь выглядят. А затем уже наша команда будет выезжать и проверять каждый автомобиль для вас. Это Toyota Corolla. 14 500 на вторынке в Грузии. Цена его. 2020 год. По синему значку вы можете увидеть, что гибридная версия. 1.8 мотор. 2020 год. Вин-код сразу показываю. И обойдем посмотрим, что он из себя представляет. Здесь у нас без ключевого доступа. Есть датчики слепых зон. Смотрите, по салончику текстильный. Монитор, мультируль. Автоматическая коробка передач. Единственное, что нет дисков. Смотрите, здесь накладки везде пластиковые. Не годится. Резина неплохая. Нужно поставить обязательно диски. А так визуальное состояние автомобиля. Прикольно. Чистенький, красивенький. Все четко. Не вижу никаких нюансов. Хотя вот, что это такое? Нет, это нормально. Ну вот маленькие нюансы есть. Но это все мелочи. Нужно смотреть, что с автомобилем было на аукционе. И как его отремонтировали. И в каком он техническом состоянии. Мы идем дальше. Еще одна BMW на вторынке в Грузии. Но уже третьей серии. 22 тысячи долларов. Просят на вторынке в Грузии. 2019 год. Мотор 2.0. Пробег 66 тысяч миль. Бензиновая версия. Давайте обойду, покажу. Что из себя представляет данный аппаратик. Ну, BMW есть BMW, друзья. Не зря вы много пишите в комментарии. Покажи немца, покажи немца. Вот. Но вам скажу одно. Что выгоднее заказывать его напрямую со страхового аукциона. Мы вот привезли клиенту. За 3.3 миллиона под ключ. BMW 5 серии. А здесь у нас третья серия. И 22 тысячи долларов стоит только здесь в Грузии. Поэтому подумайте. Ребята. Subaru Crosstrek. Двухлитровая версия. 2016 год. Ребята, может на Казахстан. Кто-то хочет. 8800. Полноприводная версия. Давайте обойдем. Покажу вам, как автомобиль выглядит на рынке. Здесь есть маленькое повреждение по самому значку. Это мелочь. Смотрите, полный привод. Kelly написано. Всякие наклейки есть. Сейчас обязательно покажу вам ВИН-код. Чтобы наши зрители смогли проверить данный автомобиль. По ВИН-коду. 8800. Если кого заинтересует. То обращайтесь по номеру ватсап. 14 тысяч долларов. Subaru Forester. На авторынке в Грузии. 2,5 мотор. 74 тысячи миль пробег. ВИН-код показываю. Давайте посмотрим, что у нас представляется здесь. Говорят, был удар в дверь. Поменяли двери. Оригинальную покрасили. Бесключевой доступ у нас. Давайте покажу по салончику. Вот эти оранжевые вставочки. Текстильный салон. Есть панорамная крыша. Много места в салоне. Все аккуратненько. Все красиво. Есть небольшой монитор. Есть климат-контроль. Мультируль. Данный автомобиль за 14 тысяч долларов просят здесь, в Грузии. И говорят, что был стрелянтый потолок аэрбаги. Его также поменяли. Полноприводная версия. Когда вы видите значок спорт, значит здесь везде вот эти оранжевые вставочки. По салону, по всему. Еще одна Volkswagen Jetta. На сырой комплектации. 11 тысяч долларов здесь на вторынке в Грузии. Смотрите. 2019 год, 12 месяц. Если кто-то хочет приобрести такую Jetta, то лучше пишите сейчас. Потому что осталось до декабря совсем немного. 33 тысячи мили пробег. Вин-код покажу. 11 тысяч баксов просят. Здесь что у нас? У нас без ключевого доступа нет. Есть датчики слепых зон. Затонированный автомобиль в хлам. Но там у нас обычный текстильный салон. Кондиционер. Монитор. Мультируль. Люка нет. В принципе и все. Обязательно сейчас вам покажу Вин-код. Вы посмотрите, что было с данным автомобилем. И сравните, как его здесь восстановили. Косяков каких-то визуальных я не вижу. Цена низко, ниже рыночной. Поэтому надо смотреть, в чем загвоздка. Как-то так. Идем дальше. EOS Portage в новом кузове. 23 тысячи долларов на авторынке в Грузии. 2,5 мотор. 2022 год, 8 месяц. Покажу вам Вин-код. Хорошая комплектация у нас есть. Кожаный салон. Бесключевой доступ. Панорамная крыша. Датчики слепых зон. Мультируль. Монитор. В принципе интересный стиль салона. Визуальное состояние автомобиля. Я прошелся, посмотрел. Все в порядке. Нету каких-то сильных косяков. Кто искал себе Sportage в новом кузове, можете получить у нашего менеджера консультацию. Сколько будет под ключ данный автомобиль. Мы проверим его историю. Завезем данный автомобиль на автосервис. К нам вот тут 2 километра. И полностью его проверим. Tesla на авторынке в Грузии. В красивом синем цвете. 25 тысяч долларов просят здесь. 2020 год. Девятый месяц. Пробег 72 тысячи километров. Вин-код обязательно. Tesla идет на панорамной крыше. Как всегда много разных камер. Здесь присутствует камера. Стандартный салон для Tesla. Минимализм. Но мне очень нравится. Но подгулявший автомобиль. Я вижу здесь были подкрасы. Может видно вам или нет. Только пластилиновое крыло. Плохо наразделали. Но это все мелочи. Нужно смотреть глобальный этот автомобиль. Что с ним было. Как его ремонтировали. Сколько он получится под ключ уже. Идем дальше. Tsubishi Outlander Sport. На авторынке в Грузии. Проходной автомобиль в Россию. Был 14700. Стал 13700. Я думаю еще можно немножко подроговаться. Двухлитровая версия. Вин-код. Наверное вы не увидите. На Mitsubishi все. Да. Такая жопа с Вин-кодом. Здесь монитор. Текстильный салон. Огромные зеркала. Посмотрите. Вот моя рука. Жесть. А сам автомобиль компактный. Полноприводная версия. Без ключевого доступа нет. Датчики слепых звонов нет. Есть небольшой мониторчик. Мультируль. Автоматическая коробка передач. Кондиционер. В принципе и все. 13700 на втором рынке в Грузии здесь. Здесь оставили площадку пустую для таких старых автомобилей. Смотрите. Первый. Второй. Третий. Здесь вообще уже старенький-старенький стоит. Их не убирают отсюда. Либо не могут убрать. Либо эту площадку делают для таких старых автомобилей. Но не думаю. Еще один Subaru Forester. Многие любят субариков. Поэтому показываем. Данный автомобиль. 17500 долларов на втором рынке в Грузии. 2021 год. Полнопривод. Мотор 2.5. Винкод есть. Присутствует большой люк. Панораму не назовешь. Без ключевой доступ. Датчики слепых звонов нет. Кожаный красивый салон. Монитор. Автоматическая коробка передач. Климат-контроль. Мультируль присутствует. Давайте обойдем. Посмотрим. Что в нем еще интересного. Либо какие есть косяки. Камера заднего вида. Все это есть. Визуальных косяков больше не выявлено. 17500. Идем дальше. Я показывал несколько Volkswagen Jet. В комплектации там S. Самые сырые. Давайте сравним. Они стоили там 10, 11, 12 тысяч долларов. Здесь уже 15700. 12 тысяч миль пробег хороший. 2021 год. 1,4 мотор. Смотрим вин-код. Здесь уже у нас присутствует панорамная крыша. Здесь уже присутствует бесключевой доступ. Датчики слепых зон. Кожаный салон. С кнопки заводится. Подогревы. Мультируль. Монитор. Вот вам и разница. Сразу цена уже 15700. Давайте обойдем. Посмотрим, что он у себя представляет. Данный автомобиль. Косяков пока я не вижу. Ну, вроде все в порядке. Нужен автомобиль будет перед покупкой проверять. Есть вот нюансы по... Замазывали по красочке. Но это такой мелочь. Пробег хороший. 15700. Нужно еще торговаться. Ребята, я надеюсь, вам понравился ролик. Было сегодня много интересных автомобилей. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь. Кто хочет заказать автомобиль, номер телефона на экране. Напишите нам в WhatsApp. Наши соцсети в описании. Напишите нам в Instagram. В любое удобное вам место. Наши менеджеры вас проконсультируют. Либо подберут автомобиль в Грузии с доставкой, с растаможкой за 2 дня или 3. Либо подберут автомобиль на страховом аукционе. Нужно подождать 3-4 месяца. И вы получите автомобиль уже с хорошим ремонтом. У вас под ключ в вашей стране. Всем спасибо.